ой девочки мальчики у нас жесть доброе утро с началом нового влога сегодня воскресенье и пошел просто лютый снегопадище это алище снегопадище я для вас с монтировала видосик пойдемте покажу что там творится посмотрите его стойка назад просто это жесть мы вчера супругом ездили хотели купить вот эту вот машину которая снег чистит ну такую небольшую нам для дорожек все разобрали ничего нет снега как очень много будет чистить сегодня весь день девчонки решилась нашла точнее на просторах а инстаграма елку готовится и слоеновое тесто с шоколадом с нутелла нутелла у меня не было шоколадка я очень сильно не растапливается попробую посмотрим что получится вот из остатки с остатков сейчас быстрее карагалики накрутим как раз треугольники вот сегодня воскресенье снег сыпет мужа убирались мама приехала привезла оливье у нас прям настоящий новый год вот короче снег так и вот муж бедный там чистит мы тоже чистили такое ощущение что не чистит вышли и снега так что сейчас попробуем новый год мандарины оливье вот смотрите положил елку значит сверху накрыла тестом разрезала и вот так вот закрутила немножко получилась такая елочка сейчас посмотрим что из этого выйдет смотрите какая получилась красота такая елочка матвей сделал же вкусный чай мы садимся пить чай и кушать прекрасные булочку очень круто можно будет сделать на новый год вот такая красота мама с египта вернувшийся загоревшая красотка мы поставили свечечку она пахнет елью очень вкусно новогодний такой уж прям и чай с кружечкой наших красивых я очень долго думала чтобы мне такого сделать прикольного и каждой посылочку уложить какой-то подарочек и у меня сестра двоюродная занимается мылом я решила сделать вот такие вот шапочки из мылом который вы можете использовать шоколадка еще который вы можете использовать как ароматизатор сестре сказал игру прикреплять свои все данные возможно но кто-то захочет что-то заказать и мне кажется это очень здорово смотрите какая красота каждый теперь неважно это не обязательно перед новым годом это будет просто вам такие подарочки вместе с моими с вашими заказами будете получать и такие классные подарки что я очень ждала это место пришло красоты что мы раньше ее не купили какая клёвая штука огонь у папы теперь есть свой бамблби он улыбается говорит привет прихожу я тут домой жую простите у меня тут матвей сам наггетсы делает представляете тесто у него приготовилась мой сынок какой молодец хотел порадовать всех умничка только бардак тут сейчас надо за ним все убрать ну ладно это ты как делал-то рассказывай взял фарш фарш взял или что делал-то смотрю я снимаю смотри я брал фарш ну вообще желательно индейки брать ну или курицу ага ее нужно очень легко порубить прям вот знаешь только выпьете фарш только ну знаешь так короче нужно сделать фарш не прям такой мелкий но фарш так я использовал фарш я добавил туда чайную ложку соли чайную ложку нет ну меньше чайной ложки перца паприку и сужен чеснок перчатки одевал все дела ну куда мама у меня последняя перчатка осталась тут нам уж нет перчаток ты все использовал да здрасте короче девочки поваренок в деле давай уже готова бросай так ладно я сейчас попробую ладно сделаны своими руками но они просто криво и пылесос надо будет запустить зашла в детский мир хотела матри какую толстовку что тут вообще выбор ни о чем не дешевых не дорогих просто еще раз убеждаюсь лучше все заказывать где правильно моем любимом магазине вообще конечно выбор никакой просто очень жаль оставь То я мужа просила мне мотать мотки. Он говорит, купи моталку. Купила моталку. А без него вообще никак. Ой, я не могу. Сапку еще купи под нитки. Ой, капец. Пока не поняли, но мотала. Девчонки, хотела показать вам набор посуды, точнее столовых приборов, которые я купила. Ну, честно, рекомендовать вам его не могу, потому что он такой прям совсем хлипенький. На фотках казался более такой брутальный. Но оставила, потому что такие ложки, видите, круглые. Оставила, потому что нужно мне. Вот ножи, они прям такие хорошие, добротные, тяжеленькие. Вилки ну, как бы так себе. Ложки ну, как бы так себе. А вот эти просто, знаете, они как это одноразовые. Ну, ладно, пусть будет. Цена была какая-то вообще смешная. По скидке там что-то 900 рублей. Пусть будет, знаете, надоест, выброшу. У меня, конечно, вот эти вот вилки. Я их покупала тоже на Валберес, когда мы переехали только в дом, и они такие, ну, тяжеленькие. Нам очень нравятся вот эти вилки. Но этот комплект шел без ножей. Чуть я тогда и не подумала и взяла. Нам нужно было вот такие ножики. Пусть будет. Просто сравнить это я вам покажу. Чайная ложка. Обычная чайная ложка. И вот эта чайная ложка. Ну, с одной стороны прикольно. Пусть будут. Тысяча рублей, там, 900 рублей. В принципе. Ну, вот эти ножи прям такие тяжелые. Пусть ножи хорошие. А вилки, ну, как вилки тоже ничего. Ладно. А ложка, ну, ладно, пусть будет. Снимала и снимала для вас. Я ничего не записала. Девочки, мальчики, мужчины, в общем-то, у меня для вас есть небольшой лайфхак. Я о нем не знала. И всегда мучилась. Вот когда наносишь любую творожный сыр, плавленый сыр на хлеб, особенно в тарталетку, если это делать ложкой, то всегда не очень удобно. Я нашла на просторах интернета. Такой лайфхак. Берете обычную ложку. Просто я уже здесь все намазала. Сейчас еще раз. Берете обычную ложку. И берете ее не как обычно, да, вот так. А тыльной стороной. И вот так тыльной стороной. Вы зачерпываете, ну, сыр творожный, либо, не знаю, там, плавленый сыр. И вот так вот все отлично распределяется на булочку. Представляете? И вообще никаких проблем. Абсолютно. Это будет очень удобно. Вот сейчас впереди Новый год. Многие делают тарталетки, например, там, с икровой. Это просто находка. Я просто думаю, боже, как я дожила до стольких лет и не знала. Вот люди молодцы. Девчонки, собираюсь на работу. И знаете, что я заметила? Вот это тональное средство, которое я вам всем рекомендовала, Лик. Оно мне не подходит по одной простой причине. После его нанесения у меня появляются прыщи. Вот здесь, вот здесь у меня никогда не было прыщей. То есть я уже не в том возрасте, чтобы у меня были прыщи. И я так поняла, что вот когда я стала его использовать, у меня вот здесь прыщ какой-то. Знаете, они такие именно прыщи внутренние. Я не пойму, с чем это связано. Я сейчас его пока убрала в сторонку. Хорошо, что я не купила полноразмерную версию. Я его убрала и пока побаиваюсь. Ну, сейчас буду пользоваться тем, чем пользовалась раньше. И потом посмотрю. Может быть, так совпало. Но вот пока, так как бы мне он очень нравится. Он очень хорошо держится. Он классно наносится. Он выглядит шикарно. Но вот с прыщами какая-то беда. Так что, девочки, кто купил по моей рекомендации, напишите. Есть ли у вас какие-то побочки после использования этой тоналки? Я пришла в магазин посуды. Хочу посмотреть тарелки. Вот. Но пока остановилась здесь на кружках. Сейчас посмотрим, что здесь есть красивое. Я хочу заменить сахарницу. Выбрала вот такого плана. Темную. Мне кажется, красиво будет. Я возьму. Потому что молюська совсем. А это симпатичная. Тарелки. Хочу какие-нибудь, какой-нибудь комплект красивый. Сейчас посмотрим, что тут есть. Ну, что могу сказать. Я ничего не купила. Тарелку не купила. Купила только сахарницу. И, в общем-то, все. Сейчас еду домой. А так хотелось какой-нибудь красивой посуды. Понимаете? К сожалению. Увы. И ах. Может, у меня на голове какой-то бедла. Ничего не получилось. Потому что посуды никакой приличной нет. Потом я хотела взять для пряжи этот, как он называется, подставку. Тоже ничего нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Девчонки, ну, у меня получились вот такие сырники. Я очень люблю есть сырники со сметаной и с вареньем. Я, знаете, вот, не знаю, вот, кто моего возраста в детстве. Я вот так вот всегда смешивала. Еще мы любили сгущёнку со сметаной смешать. Мои дети такое не любят. Ну, а мы, дети Советского Союза, наверное, такое любим. Сейчас попробую, чтобы получилось. В принципе, должно было получиться вкусненько. Ну-ка. Вкусно. Девчонки, для тех, кто думает, что на вязании можно заработать огромное количество денег, это очень легко. То вы не правы. Я просто сейчас вам показываю. Вот мой очередной заказ, в который девочка ждет шапочку. Но самое сложное, это, конечно же, не связать шапку. А самое сложное, сейчас будет вытащить все вот эти пайетки наружу. Это очень долгий процесс. Я могу вот этим вот заниматься. Это еще здесь вот в этот раз не так много. Вот. Но это часа на два точно. Минимум. И вот такая она не очень пушистая до стирки. Когда я вытащу пайетки, ее постираю, она, конечно, будет потрясающе. И следующий минус вязания, это вот, видите, весь диван у меня в пряже. Просто все в пряже. Показываю, как есть. Девчонки, я, в общем-то, рассказываю вам про свою моталку. Может быть, это будет для девочек, для каких-то полезных. У меня теперь чесально-мотальная комната. Гостевая комната, там нитки. В общем-то, теперь тут и чесалки, и моталки. Купила бюджетную. Муж вчера ругался, купила бы подороже уже железную. Но решила попробовать. Вчера, конечно, было еще то веселье. Вы видели, как мы ржали. На сегодня более-менее я уже освоилась. Самое главное, ставить вниз нитки и делать натяжение. И тогда все обязательно получится. То есть я это все теперь дело перематываю в маленькие красивые моточки, чтобы можно было вязать, ну, сразу нитку сверху-снизу вытаскивать. Мне так удобней. Вот, и получаются очень красивые моточки. И здесь, чтобы было натяжение. В принципе, неплохая штука за свои... Сколько я за нее дала? 800 с чем-то рублей. Нормальная такая моталочка. То есть у меня нет таких больших масштабов, знаете, чтобы прям там наматывать какую-то пряжу. А для себя очень даже удобно. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then when you get bored of killing me Silhouettes of you are like a ton Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster